привет друзья с вами компания сфера кар и сегодня мы покажем вам красивый народный седан mazda акцела более известен в россии как mazda 3 в этом видео мы поговорим о масс сегменте среди мост разберемся почему люди вообще выбирают акселу или mazda 3 более западной части россии и также посмотрим что можно купить из праворуких седанов 2020 году аксела появилась на рынке в 2003 году составит конкуренцию таким седаном как bluebird lancer импреза и toyota corolla с тех пор сменилось уже три поколения и сегодня покажем вам последняя на сегодняшний день итак друзья третье поколение выпускается с 2013 года вот в таком кузове по 2016 2016 году появился первый рестайлинг разберемся с кем конкурирует mazda в этом поколении это allion axio toyota corolla новая которая только сейчас начала выпускаться на рынке японии honda grace nissan селфи но из этого всего множество mazda получил самый красивый кузов если со всех вышеперечисленных седанов поснимать лейбы nissan honda toyota они все потеряют принадлежность не будет понятно кто из них кто и только mazda держит свой стиль это заметно по фарам по решетке по общим линиям кузова во всех моделях mazda неважно хэтчбеках седанах кроссоверах всегда можно определить принадлежность концерну среди наших покупателей маст вообще во всех моделях очень много девушек они как известно лучше всех разбираются в красоте но если судить по моему личному мнению мне тоже кузов очень нравится внешне здесь у нас комплектация с полутора литровым бензиновым двигателем мощностью 110 лошадиных сил мотор получил технологию sky active это уже не новость для mazda и она стала типичной двух словах технологии направлена на уменьшение веса без потери эффективности и безопасности двигатель доукомплектован автоматической коробкой передач 6 ступенчатой также в этих версиях можно приобрести автомобиль на механической коробке также шестью ступенями в этом кузове axel можно приобрести также с дизельным мотором они бывают двух видов полтора литра 105 лошадей и 2 и 2 литра 175 лошадиных сил эти моторы идут только на автомате и в европейских версиях также в россии есть только 2 и 2 литра дизель но к бензиновым версиям еще присоединяется 16 объем но в самом интересном техническом решении mazda получила двухлитровый двигатель мощностью 99 лошадиных сил и гибридную установку 60 киловатт точно такую же как и в 30 приусе у mazda нету собственной гибридной технологии они просто перепокупают toyota и ставят молодцы ребята пользуются не стали заморачиваться строить отдельные заводы поддерживаю потому что решение действительно идеальное для такого кузова но самая популярная остается версия с полутора литровым бензиновым двигателем ввиду бюджетной таможни ну и в принципе это самый экономичный вариант хочется похвалить всех японских производителей автомобилей потому что каждый двигается в своем направлении honda к примеру не дать роботы во все гибридной технологии toyota вообще первый производитель по гибридам широко развивает вообще вот это гибридное направление nissan придумали последовательный гибрид е-power и электрокары mazda свою очередь делает экологичные дизеля объемом полтора литра уже никто не делает mazda развивается в этом направлении рискует и в принципе добивается успеха еще хочется похвалить этих ребят за то что они как будто реально слышат россиян и ставят на все модели автоматы может быть чего-то не знаем и европейцы тоже вкладываться в какие-то технологии они просто до нас не доходят напишите в комментариях будет интересно почитать может москве уже все давно известно за салон тоже хочется похвалить акселу как и в принципе все mazda последних поколений ребята держат марку делают очень стильно очень комфортно начиная от материалов заканчивать вообще дизайном то есть все удобно максимально эргономично кнопки повсюду хочешь управления с руля очень мне лично нравится управление навигацией всем вообще бортовым оборудованием который находится вот здесь на центральной консоли возле селектора автомата то есть можно делать все интуитивно не отвлекаясь от руля я люблю вообще когда есть это крутилочки кнопочки сенсорной технологии конечно все это в ногу со временем но мне вот чисто интуитивно приятно нажимать на кнопочки которых здесь прям безумно много вот mazda во всех комплектациях практически получила весь набор основных систем то есть это контроль полосы и контроль предотвращения столкновений в топовых комплектациях есть радарный круиз-контроль здесь у нас есть даже контроль мертвых зон который тоже отключается у нас кнопочек во всех кстати говоря технических базах эта машина иметь систему старт-стоп и длинн-стоп по-нашему то есть на светофорах машина глохнет двигатель сразу запускается это не до гибридная версия руль у нас здесь кожаный с прострочкой вот в простых комплектациях у нас здесь стоит обычный магнитофон здесь у нас мультимедиа полностью она кстати у нас сенсорная мало кто об этом знает все даже многие владельцы мост которая всю жизнь ездит на таких тачках пользоваться вот этой крутилкой в восторге от нее также как и я но до сих пор не знают что сама магнитола то есть сама консоли она сенсорная если сравнивать с конкурентами то mazda действительно салон поинтереснее на мой взгляд даже не на мой посмотрите здесь даже селектор у нас как в прадике то есть в кожаном чехле кожаный ручник вообще хочется всех отметить honda к примеру делает на простых бюджетных моделях сенсорное управление да там на холли грейс если взять toyota вообще не заморачиваться поставил три крутилки но тоже добавила вставки на карбон то есть производители даже в бюджетных достаточно сегментах делать максимально комфортным салон прям большое спасибо из россии на заднем сидении не скажу что прям супер удобно все-таки кузов маловат для детей будет нормально если у вас рост более 180 здесь у нас видушка немножко вперед отодвинута если отодвинут максимально зад я ну коленками упрусь хотя тоже продумано видите здесь жестко сидение идет по краям если коленки подвинут вовнутрь то по комфортно все равно салон маловат маловат но очень красивый если у нас есть подлокотники подстаканники все как у всех в принципе здесь задней частью mazda не особо выделяется по салону посмотрим багажник он кстати открывается у нас не салона когда во всех седанах практически здесь кнопка отдельно выведена с виду очень маленький посмотрите на эту крышку но багажник здесь очень вместительный что на сумка можно таких сюда штук 30 запихнуть я думаю беспроблемно также багажник у нас складывается можно спинки сиденья откидывать вперед и попадать в салон практически как в лифт-бэке но здесь еще неудобно то есть приходится все-таки руками их пихать если в хонде нажал кнопочку она все сложилось здесь реально надо прям постараться короче что вот это провернуть я считаю не доделали здесь немножко ребята но тем не менее равно как-никак но складывается можно крупногабарит перевозить в общем по ощущениям от езды я вам скажу честно я не в восторге от этой машины возможно в двухлитровой гибридной версии она будет покомфортнее но для меня реально вот накатом идешь в принципе вполне хватает если хочешь ускориться но прям чувствуешь как ей не хватает не знаю может я переездил просто на больших автомобилях хотя вроде большие автомобиль то мне не доверял никто для города на самом деле мощности хватает как принципе и всем по городу вообще нас быстро есть нельзя шумоизоляции порядок средняя средняя как у всех в принципе нормально здесь жаловаться грех это как бы бюджетный у нас седан но блин жестковато даже управление у нее какое-то прям знаете линейное как в gta в детстве когда играешь чуть-чуть руля дернула там повернулась может быть это для кого-то и круто то есть машина реально более приземистая такая сбитая вот управление четко но мне не хватает реально здесь вальяжности при том что настолько комфортный салон садишься и вот ощущение что ты сейчас полетишь просто как на воздушные подушки блин ну нет нет такой отдачи но тем не менее как тут городской бюджетный седан друзья друзья информация по ценам если вас интересует вот такая самая популярная версия полтора литра передний привод автомат цены на них начинается от 835 тысяч рублей это самый низ если вы хотите самое интересное техническое решение 2 литра гибрид то готовьте миллион триста пятьдесят миллион четыреста и она ваша дизельные полтора литровой версии примерно такие же по цене как и бензинки восемьсот пятьдесят девятьсот тысяч рублей можно если хотите рестайлинг которым немножко изменилась форма бампера доделались некоторые элементы по салону девятьсот пятьдесят тысяч самый старт за такой автомобиль ну и заключение отметим что mazda красавчики делают автомобили практически для всех хочешь хэтчбэк хочешь седан хочешь кроссовер есть даже mazda роустер это кабриолет то есть на лето можно действительно взять себе интересный кабриолет это недорогие машины также примерно там до миллиона рублей можно взять хороший автомобиль также хочется отметить за то что эти ребята действительно прислушиваются к российскому рынку и ставят автоматы на все свои модели подписаться наш канал впереди еще много интересных обзоров дергайте за колокольчик ставьте лайки пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля